Друзья, если вам нужен максимальный левел и куча денег в GTA 5 онлайн, тогда заходите в мою группу по прокачке. Мы недавно открылись, но уже успели собрать базу довольных и благодарных клиентов. При заказе у нас мы дарим денежный бонус вне зависимости от выбранного пакета. Работаем быстро и со всеми платформами. Ссылка и подробности в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Костя Юрич и Димка Фёдоров, и ребята, мы продолжаем эксперименты в GTA 5 онлайн. Всем привет, пацаны! Итак, ребята, рубрика «Спуск без тормозов». Мы прыгаем, получается, на тачках с горы и не имеем права после приземления газовать либо тормозить. Но при этом мы можем крутить рулём влево-вправо, чтобы уехать как можно дальше. Посмотрим, что сегодня получится, ребят. Сегодня у нас новые тачки, чит-тачки, в общем-то, новые драгстеры, маслкары. Есть на что посмотреть. Поэтому, ребята, как и всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы набираете очень большое количество лайков. Ну и давайте наберём 10 тысяч лайков под этим роликом, чтобы мне было приятно. Ну, в общем-то, вам желаю приятного просмотра. Давай, Димон, садись в Ниссан Титан. Я сяду в Сильверада. О-о-о-о! Всё, школьник потрачено, как говорится. Я тебя посажу, братан. Ладно, тебе маленькую могилку выраем, где они под камушком, и сделаем крестик из веток. Нормально будет? Я больше тебя в два раза. Ну, может быть. Ладно, короче, полетели. Правила ты знаешь. В общем-то, я их только что говорил. Всё, прыгаем с нитро, с трамплиной. И, кстати, здесь у нас довольно-таки интересный спуск сегодня. Я прям в ёлку я лечу. Охренеть, я жёстко врезался в ёлку. И, кстати, ребят, сегодня у нас немножко изменённый съезд, да? То есть у нас, видите, какие ждут препятствия. Но при этом спуск вот этот внизу, он уже более нормальный. Слушай, а ты-то хорошо идёшь на Титанчике-то. Ну да, я, в принципе, поймал колею и держу её. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, засосал это меняй. Так, тихо. Кто тебя там засосал? Да, короче, у этого Сильверада подвеска вот настолько охрененная, что он кубарем летит. Так, не-не-не-не. Я понял. Титанчик нам не нужен. Прикол. Ну давай, ордой. Короче, тут не разгонишься. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так вот, вот так с горочки нормально. Пока есть горочка, мы живём, короче, пацаны. На самом деле, вот этот Сильверада у нас был даже победителем один раз. То есть у него очень хорошая подвеска. И, возможно, вот так вот медленно Чили. А мы доедем. Надо было выше брать. Я думал вырулить. Но из-за того, что у него, короче, вот такой жёсткий развал после удара, он дупо врезался в дерево. Ах, потрачено. Осталось-то доехать тут всего ничего. И, возможно, он бы смог это сделать. Так, ну, дальше ещё машины-пушки. Слушай, и опять-таки машины, которые, я думаю, не поедут. Это гоночный болид Формулы-1 и Дэвил Сиксин, которого вы и так все прекрасно знаете, ребят. В общем-то, ни пуха ни пера. Радует то, что он разгонится за такой короткий промежуток времени. Так, я немножко правее прыгнул. Я чувствую, правильно это сделал. Правда, я лечу как-то криво боком. А ты летишь к сосне, я смотрю, да? Нет, я лечу идеально. Так. Эээ, Дэвил, 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 Дэвил. Слушай, у него офигенная подвеска. Серьёзно? Да, была. Дэвил на крыше чилит. И если он не встанет на колёса, мы приехали, как бы, своим ребятам. Но он вроде встал. Посмотрим. Я знаю, что Дэвил хорошо скользит. То есть у него вот эти ездовые качества, это, в принципе, неплохие. Но по разгону чё-то... А чё у тебя там? Где ты там? Снова задом еду. Задом едешь. Так, горочка небольшая. Ну всё, Дэвил приехал, да. Дэвил приехал. К сожалению, довольно-таки быстро у него сел движок. Я на камнях застрял, прикинь. Да ладно. Да, посмотри. Вроде ничего не было, а остановился. Но всё-таки здесь колья с грязью. Поэтому ты, скорее всего, вяз в грязи, чем сел на камушек, я думаю. Ладно, друзья. У нас следующие тачки. Это маслкары. Довольно-таки интересные. И, в общем-то, эти машины могут доехать до самого конца. Потому что у них, ну, какие-то свои особенности есть. Она сама по себе разгоняется. Вот, как минимум, мой агрегат. И я думаю, что это хороший заход должен быть, как минимум. Ну, тамара всегда горит. У-ху! Ну, на самом деле, вот этот дракстер, который у меня, он тоже горит. Но не так прям, как этот, как комарос твой. А со всей дури на крышу приземлился, ёшкин кот! Ой, ема! Я мог проскочить среди сосен, но не получилось. Охренеть, меня остановило! Кто? Судьба? Ну, не судьба, а деревце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, хорошо, меня развернуло! Я не знаю, блин, я, ребят, у вас очередной раз спрашиваю, как вы думаете, почему эта машина так хорошо едет? У него реально охрененная подвеска просто. Так, я встретился со Сильвераном, я в... Нет, 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 ей жопой, жопой, ей жопой. Ай, меня перевернула формула! Фу, серьезно, ты на формулу наехал? Да-да-да-да-да-да-да-да. моя подвеска, ему вообще насрать, он едет и едет. Да крышу не надо! Всё. Я просто на маленькой горочке подвернулся и развернулся. Ну, ребят, в любом случае, это топ-1 на сегодня. Я думаю, что я спокойно мог заехать в дырдочку, но я до неё не добрался. Это печалище на самом деле. Ладно. Хорошо, в любом случае, хорошо. Мне понравилось. Пишите в комментариях, что думаете вы, ребят, по этому поводу. Мы переходим к следующим машинам и сегодня у нас на партии Дракнова и, да, и новый Магнум какой-то. Это додж, вроде, даже по шилдику. Что-то похожее. В общем-то, ещё одни Дракстеры. Я, если честно, ни разу на них не катался, поэтому сейчас посмотрим, на что они способны вообще в целом. 170 на прыжке неплохо. Опа, нифига я полетел. А где ты? Да я ещё лечу. А, ну Дракнова, это Дракнова, пацаны. У меня, конечно, я вижу, что немножко машинка так послабее, конечно, под капотом меньше лошадок. А, ну, я залез-то неплохо на гору смотрю. А, у меня что-то... У меня двигло сломалось. Всё? Всё, да. Так. Бип-бип, надо было посигналить тебе. Вся синяя! Я через две сосны перелетел, через макушки. Сосиняя? 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 Ну, на самом деле... Кстати, так не надо появляться. Вот впереди встанешь, я встану. На самом деле он отвратителен в плане подвески. У него не крутятся колёса так хорошо, прям как у других маслкар. Ладно. Это середина, в принципе. Почему бы и нет? Довольно-таки неплохо для первого раза, я считаю. Идём дальше, друзья. У нас здесь чит-карт и, собственно, ещё один новый маслкар. Это Куба, да, вроде называется он? Куда. Барракуда, Куда. Кстати, у нас есть Химикуда. Куда. На серваке, и она максимально похожа на этот маслкар. Охренеть, он летит-то знатно. Надеюсь, сейчас ей сами-то не зазвенит. Ты на Куда-куда? Обземлю. Бамс! Бамс! Я бью, капитаны все твои. Серьёзно? Да. Прям все-все-все? Что, а Магнум ещё твой объехать, да, я так полагаю? Ну, Магнум-то фигня, на самом деле. Я только что так жёстко врезался в задницу, и я вижу вот это скопление. Я разгоняюсь, я доезжаю до Титана. Нет, это чё, не Титана. Так, а ты на чём там едешь, наполненько? На баги. А, серьёзно? Баги прям настолько агрессивно? Ну, не агрессивно, я сейчас опять застряну в грязи. Так, Магнум, 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 Магнум. Химикуда тоже увязла в грязи. И, на самом деле, я думал, что она поедет примерно как, поручается, вот этот... Это Чарджер же вроде, да, Чарджер РТ, но нет. Она поехала хуже, и для меня это удивление, на самом деле. Пишите комментарии, что думаете, а мы, ребята, идём к следующей партии машин. А здесь у нас получается что? Это Ригерка? Да, и, кстати, я помню, как в прошлой серии Ванёк на Ригере с другого спуска ехал, и он уехал прям очень хорошо, прям до самого низа, прикинь. Слушай, я лечу очень хорошо. Ну, лететь можно хорошо, главное не только лететь, главное приземлиться хорошо. Я стряну сейчас в твой затор. Я вижу куда-то, летишь, и ты тупо кубарем туда прилетел, я вижу. Да. Я вижу, я вижу тебя, да. Это просто капец, я ничего не могу сделать. Я встал на колёса, но такое. Слушай, Ригера... А, тихо-тихо-тихо-тихо, она очень шустрая, она очень шустрая. Так, где затор там? Там снизу вроде, если я что-то проеду. Сюда, направо едь. Так. Вот это вот приколюха этой машины мне нравится, ребят. Для тех, кто не знает, кто первый раз смотрит ролик, это читерская тачка у нас на серваке, и она когда летит, она выравнивается по своей центровке и всегда приземляется практически на колёса, что даёт ей огромнейшее преимущество. Но, блин, на прямом участке она тоже не едет, понимаешь? Я не понимаю, как проехал у нас доджик. Вот как он здесь проехал? Он просто ехал сам ещё и с задницей вперёж, чтобы вы понимали. Я не понимаю, как Сильврадо не доехал до конца, он обычно должен был. Ну, он бы доехал, понимаешь? Просто я бы поймал сосну и как бы не смог вывернуть. Он бы сто процентов доехал, я тебе отвечаю. Ладно, друзья, пока что вот так вот судьба распоряжается в этом эксперименте. Мы видим с вами, как говорится, и фиаско, и рекорды новые. Ну, а сейчас у нас летающие тачки. Так, ты там на чём? На Рокет-Лотке. Я, короче, на маленькой детской машинке мустанг-курильщика, чё бы нет. Так. Мустанг, который ты можешь себе позволить. Ну да. Чё типа того. Ну, посмотрим. На самом деле, я думаю, что это будет отвратительно максимально. Просто летающий клоун. Ну, за это нужно ставить лайк. Это по-любому лайк. Так, где-то плачет один школьник. Ну да. Я прям со всей дурью думал об башку. Я вдохнову ударил, всё. Мне бы твои проблемы. Я тут, я тут, блин, на бешеной колеснице. А, да мать твою, еду. Ну, даже не еду, а скользю. Скользю, скользю. Только не в затор. Да ладно? Слушай, а он выруливает-то нихерово на самом деле. Ну, ты всё равно встрянешь на грязи, мне кажется. Зря ты в колею попал. Слышал, он разгоняется. Это нормально? Нет. Ну, и мне кажется, что не особо. Нихера, он прёт, ты смотри, алё. Нихера себе, табуретка ада. Вот это максимально неожиданно, слышь. Понимаешь, он чуть-чуть, чуть-чуть не натянул. И то из-за того, что я ударился. Надо было, наверное, не на гору ехать, а объезжать. Слушай, ну я вообще удивлён. Я не думал, что он так поедет. Он прям разгонялся, именно как вот этот самый доджик. То есть, в принципе, практически это одно и то же. Не считая того, что здесь в маленькой машинке есть реактивный двигатель. Ну и, собственно, ребята, как всегда, бонус для вас. Для тех, кто любит подлинч. В общем-то, да, это те два самых хаммера. Димон как-то странно только что улыбнулся. Я просто знаю, что ты хочешь, что ты любишь. Я люблю их разубивать. Ну слушай, на одном нитро, на самом деле, это не так интересно, как с двумя. То есть, мы в тот раз на двумя прыгали. А, и... Всё. Я приехал. На самом деле, его вот эти вот врата, которые открываются по бокам, напоминают мне бройлера. Да, такой маленький, да? Общаканный, да. Ну, в принципе, да. Что, друзья, вот такая серия сегодня получилась. И мы с вами, ребята, увидели новый рекорд. На самом деле, я не ожидал. Маленький мустанг-курильщик. Я считаю, что он должен забрать первое место, потому что всё-таки от него этого вообще никто не ожидал, я думаю. В принципе, доджик он всегда показывал свои хорошие показатели, поэтому достаётся ему всего лишь второе место. Ригера забрала, кстати, третье, что неплохо. А чит-карты Сильверада, получается, у нас на четвёртом и пятом месте. Пишите в комментариях, какая тачка вам больше всего понравилась. Ставьте лайк. И всем спасибо, ребята. Не забывайте подписываться на канал. И до скорой встречи. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok